Вот часто мы с вами о Билли Гейтсе говорим, потому что он очень активный. Он говорит так, человечество должно сделать самый невероятный шаг в истории. Его волнует сейчас очень изменение климата. Об этом он написал книгу. В ней он доказывает, что выбросы углерода необходимо сократить до нуля к 2050 году. Если нет, то начнут умирать люди больше и больше, исчезнут экосистемы, джунгли-амазонки превратятся в саванну, не станет снегов Арктики, белых медведей, коралловых рифов и так далее, и так далее. Земля перестанет давать урожай. То есть экологические и человеческие трагедии нам обеспечены. Вот если бы вы ему написали, что бы вы ему написали? Вот какое-то короткое-короткое послание. Я бы ему сказал так, Билл, ты хороший американский парень. Так. И я рад, что у тебя сердце болит за будущее человечества, когда тебя уже и не будет. Так. И ты не пытаешься лететь далеко на другие планеты, как там Илон Маск, создавать там какие-то кубики, домики. Колонии. Да. Но и то, что ты предлагаешь, это все ведь должно быть основано на изменении человека. Изменить мир. Мы пришли к такому состоянию, когда изменение мира зависит только от изменения человека. Вот напрямую. Один к одному. То есть ты хочешь, чтобы улучшилась атмосфера? Измени человека. Ты хочешь, чтобы было меньше выбросов других каких-то там, нефть, газ и прочее? Измени человека. Ты хочешь, чтобы люди меньше болели там, СПИДом и всякими другими делами? Измени человека. Ты должен это поставить во главу, как истинную, настоящую, начальную причину всего. Потому что все может человек в мире, кроме того, что может изменить себя. Как изменить себя? Есть такая вообще методика. Вот ее надо преподавать. Ее надо притворять в жизнь. Тогда, на самом деле, тогда мы можем изменить мир. Изменение мира в изменении человека. Только лишь. То есть вы предлагаете вашу науку как бы начать изучать? Я предлагаю изучать науку Каббала и попытаться все больше и больше с ее помощью видеть, как мы можем изменить на самом деле мир. А изменить мир – это только лишь изменением человека. Допустим, если завтра ты найдешь какие-то новые открытия, и ты сможешь нейтрализовать половину всяких выбросов в атмосферу, это тоже ничего не изменит в итоге. Не изменит. Тебе кажется, что в этом будет уже огромный скачок вперед? Нет. Не будет этого. Ты увидишь все, что делается нами на земном уровне – это не поможет. Надо менять человека, самого человека. Ну, а здесь это уже комплексное решение. Приводя человека к состоянию, когда он может осознать, какие действия его смертельны для человечества, а какие благи. Ты этим только можешь изменить наше будущее. А иначе что? Ты каждому запретишь пользоваться духовкой, микрогалем, собственной машиной. Это невозможно. Надо изменить человека, его отношение к себе, к среде. То есть человек должен как ошпаренный, да, вот так вот отскакивать от того, что он чувствует вредно. Он должен чувствовать, что это нельзя. Что это нельзя? А у него таких запретов сегодня практически нет. Да, никто не видит, и я… У него все эти запреты меняются на дороже, дешевле. Так что с помощью всяких налогов, с помощью чего угодно, ты этим не добьешься ничего. То есть все-таки… Они все равно выкрутятся. Все-таки он не глупый человек, он бы, я думаю, вас спросил доктор Лайтман, он сказал бы, вы сами говорите, что это природа человека. Если это природа человека, неужели ее можно изменить, природу человека? Вот это единственный метод, который Каббала предлагает. Метод для изменения, по-настоящему изменение человека. Поэтому она самая древняя, она самая жесткая наука. Но только она на самом деле и может справиться с человеком. Последний вопрос. Принцип исправления, к чему должен прийти человек? Человек является центром этого мира, он его может уничтожить, он может и себя уничтожить, а может, наоборот, возродить. То есть нам надо сделать так, чтобы человек понимал, что это в его власти и каждым своим действием, куда он этот мир ведет. Это и есть воспитание. Да.